Продолжение следует... Главная организационная новость – бархатная революция в Минске. Кто не в курсе, отгремела еще в начале июля. Общак и прочие атрибуты власти теперь у дубайцев, крестников клана Аняни Джангвеладзе, которых сейчас называют турками, а вообще, разумеется, они грузины из Сухуми и Кутаиси. Наступает по всем фронтам. Номер один в Москве тоже их человек – преемник Шакро. Из четверых дубайцев в стране находятся трое. Паштет и Медвежонок сидят. На свободе только Слуцкий, он же Муму. В миру Олег Герасимович. Небезызвестный в России вообще и в Свердловской области в частности. 45 лет. Новый главный вор в Белоруссии. Официально единственный вор в РБ, Саша Кушнер, не путать с Джаредом, в день решающей стрелки с Муму, бросил своих людей прикрывать отступы, а сам улетел в Стамбул. 5 июля. Его людей набралось всего человек 30-40. От Муму он был на стрелке, несмотря на надзор, в пять раз больше. Чтобы их не попереломали, милиция вмешалась, позабирала Кушнеровских пересидеть опасность. Когда выпустили, все перешли на сторону Муму. По этому поводу Мирабу Бахи, ближайшему другу Джангвиладзе, приписывают такие слова. Вор рождается и умирает на сходке, а Кушнеров родился в телефонной будке. В ней сдохнет. Телефонная будка — это намек на то, что по Кушнеру не было сходки. Просто Хасан сказал ему по телефону, что он вор. Проздохнет — это ни на что не намек, а прямая и явная угроза его жизни. Поскольку Кушнеров коснулся чести шестерых воров, другого исхода там быть не может. За его голову турки обещают воровскую корону. И Муму бы на стрелке «Приди туда, Кушнер» с ним долго не разговаривал, а поступил бы на месте по закону. Саша Кушнер — одиозная личность. Член банды Морозова, согласно Википедии, самой влиятельной и крупной преступной группировки в истории Белоруссии. Слово «Тихини». Он был, будем так говорить, киллером преступной группировки Морозовца, Матюшка. Ранее судимый? Да. Где, когда, за что? Два раза за кражу и за убийство. Последняя судимость за что у вас? Убийство. Где отбывали наказания? В Белоруссии. Меры пресечения, какая у вас была? Вышая мера наказания. Расстрел в замене. 15 лет. Говорят, будто деньги в размере 100 тысяч на взятку судье выделил Морозов. Хотя известно, что единственное, что в таких сделках принимается в качестве оплаты, это душа. Считается, что тогда же Кушнеров был завербован с целью внедрения в уголовную верхушку. И действительно, после этого карьера Кушнерова резко пошла в гору. К концу 90-х Кушнер в Гродно уже был смотрящим от Бирюка за половиной крытой в противовес знаменитому Юрию Полшкову, бороде, который смотрел от Галлея. Бирюк и Галлей – белорусские воры, которые сначала недолго жили мирно, а потом поссорились из-за того, что Бирюк где-то что-то сказал про Галлея, а потом при встрече не смог обосновать. Бирюк – выходец из бобруйской еврейской мафии, а Галлей – это тот самый, с драки которого с Пичугой на свадьбе дочери Хусана в Софисе начался последний воровской раскол. За то, что Кушнер тормозил вкрытые его прогоны, Галлей, когда сам приехал в Гродно, позвал Кушнера в 115-ю хату, котловую, и избил. Середина 1999 года. Зная, что Кушнер стремился в семью, Галлей ему сказал, где будет решаться твой вопрос, обязательно должен присутствовать я, без меня не решишь. Потом, когда Галлея тормознули перед освобождением в 2008 году, Кушнер с Кандыбой в Гродно зашли в камеру к Полшкову и побили его. Кушнер тем и прославился на всю Белоруссию, что остановил самого Полшкова, после этого о нем заговорили. В декабре 2008 года Кушнер вышел по амнистии на год раньше срока. В первые три дня, пока не установили надзор, поехал к ворам в Москву. К ворам его подвел Корсак, Виталий Корсаков, которого через полгода расстреляли на Волгоградском проспекте вместе со Скифом. Скиф был крестником Бирюка, а Бирюк – другом Корсака. Имели общие дела. После смерти Бирюка Скифа, как его преемника, поставили ответственным за РБ. Скиф пережил своего папу всего на три месяца. Скиф, воскрес и пухлый – это те воры, с кем Кушнер контактировал в Москве, кто загрузил его положенцем за Белоруссией. Дедовская гвардия. Конфликт с Тимохой и Галеем был уже в самом разгаре. Впоследствии с Воскресом, который через циркача и Цезаря пытался найти в Белоруссии альтернативу Кушнерову, отношения испортились. В мае 2011 года Кушнер вошел в первую партию воров, коронованных Дедом Хасаном после 2008 года, в одностороннем порядке, в обход мнения Аняни Джангвиладзе и же с ними Тимохи и Галея. Вместе с Кушнером покрестили циркача, Гелани, Шамиля и Армена. Пушечное мясо, брошенное на вражеские амбразуры, под лозунгом «выживает сильнейший». За исключением, пожалуй, Армена, который все еще для большинства темная лошадка, все остальные – боевые единицы. Шамиль и Гелани – это Дагестан и Чечня. Циркач и Кушнер – профессиональные киллеры. Несколько дней назад, после того, как посадили его очередного пахана Шишкана, циркач, на которого в России заводят дело по аналогичной статье, на коленях приполз к Джангвиладзе просить прощения и уверять, что он ему не враг. Мираб сказал, что он из блядского подхода, и пусть идет доказывать поступками, кто он на самом деле. Не удивимся, если после этого где-то кого-то недосчитаются. Их коронация изначально спровоцировала протесты, потому что существует норма, что необходимо участие минимум ста душ, личное присутствие минимум тридцати, и до ста должны быть на связи. У Кушнера, естественно, ни ста, ни тридцати не было. Было семь человек. Миша, Мирон, Тимур, Зятек, Вагиф, Сухач и Пухлый, половина из которых потом отказались. Кушнеру, когда звонили, спрашивали, кто к тебе подошел, он всех матом отправлял к деду. Это в самую жару, когда Таро приехал в Кемерово, кутаистцы и старики пустили по нему прогон, что он вор, а люди Гии Свердловского, которого потом за это порезали в Мурмашах, а троих, кто резал, объявили ворами. Этот прогон по нему тормознули, и всех, кто там за него подписывался, по списку объявили бледями. А там Гоге Чиковани, Чик-Чика, Хачидзе, Ваник, Бахе, Джангвиладзе, Гиви, Матевич, Томас, Црипа и Коколичава. В системе первому пришлось держать оборону Кушнеру. Его задержали в подмосковном Раменском на шестой день его воровства. Обозреватель «Новой газеты» Сергей Канев писал, что задержавшим его оперативником Кушнер заявил, что работает под крышей ФСБ. Кушнеров сообщил, что его кураторами являются двое сотрудников 8-го отдела управления КСЭП ФСБ – контрразведка в кредитно-финансовой сфере. Вероятно, это объясняет мизерный срок, который впоследствии получил Кушнер – пять месяцев по статье, предусматривающей до 10 лет. Но сначала в СИЗО Коломны по его душу пришел известный прогон про кучку негодяев, сыгравших в «Грязную игру» за подписью Бадри, Тахи, Равшана, Джимо, Кахи, Гурама, Цико, Гуджи, Ветлага, Сливы и так далее. Тех, кого дедовские, еще не записали в бляди. Потом, в марте 2015-го, всех кроме циркача, который месяцем ранее уже доказал свою преданность, повторно остановил вернувшийся из Испании Шакро. Из них Кушнер был единственным, кому Шакро впоследствии так и не оказал доверия. Полноправно называться вором Кушнер смог только к 2016-му году, благодаря авторитету Гули и только в его окружении. Гули оживил сразу двух протеже Пухлого – Кушнера и Рому Ставропольского. «Стили деда!» Сказал «пусть будут воры». Никто с Гули спорить не стал. Надо отдать должность, что в то время Кушнер обладал полным контролем над Белоруссией. Сопротивление Гродненского блаткомитета в лице солдат Абдулы, Ираклия и так далее, авторитетов синего движения, которые руководствовались мнением Бадри и Камбани, было временно нейтрализовано. Но вернемся в 2012 год. 6 ноября Кушнер был задержан в Москве и выдан в Белоруссию, где впоследствии осужден к двум годам за нарушение надзора. Спустя месяц после его ареста на воровской сходке в Дубае кланом Аниани Джангвеладзе, включая Галея и Тимоху, были коронованы четверо граждан Белоруссии – Лебедь, Паштет, Медвежонок и Слуцкий, он же Муму. Кушнер оказался в абсолютном меньшинстве – один против шестерых, и при этом за решеткой. Чтобы нейтрализовать разом всю оппозицию, Кушнер успешно разыграл карту Апуки, которого Бирюк много лет назад, чтобы насолить Галею, объявил петухом. Апука – это Галея ближайший кент. Галей – крестный Апукиного сына. Бродяга, стремяга, пять или больше лет смотрел закрытый Гродно. Когда освободился, стал смотреть за Белоруссией в целом. Без пяти минут должен был стать вором. Но через месяц-другой снова посадили за чужую мокруху. Стали вешать на него то, что он не совершал. В Могилеве были в бильярдной, он и пацаны его. Он только с Москвы приехал, где заявил о себе. И на улице была драка. Апукины боксеры и сын Апуки, которого крестил Галей. Кого-то они побили за дело, тот головой об бордюр и умер в больнице. Но Апука его пальцем не трогал. А ему стали шить организацию. В знак протеста начал хипишевать, вешаться. Еле успели вытащить из петли. Чтобы усмирить, обкололи галоперидолом до беспамятства и закинули в камеру к петухам. Пришел в себя через несколько суток. Несмотря на то, что железобетонных доказательств контакта против Апуки не было, сам он ничего не помнил. Его объявили просто по факту нахождения в петушатне. Неразбериха пошла из-за того, что одним Бирюк сказал, что Апука петуха, другим обратная. Дубайцы ссылаются на то, что лично слышали от Бирюка. В Могилеве на крытой тогда сидели Мустафа, Дадон, Муму и Аким Волгоградский. Дадон смотрел за крытой и позвонил Бирюку. Бирюк сказал, Апука не петух, но чиферить я с ним не буду. На что Дадон сказал, Палыч, я с полкрытой здесь не чиферю, и что? И все, и на этом тема умерла. Галей Апуку сразу же и отмыл. Немного посидел он до выяснения, а потом от Галея пришла Малява, и все вкрытой с ним чиферили. Поздравляли, что решил свой вопрос, руки жали. По всем камерам нарочно водили и доводили, что у него все ровно. Правда, потом Апуку все равно отравили, мышьяком через баланду. Слишком на многих людей бросал тень. И вот по прошествии нескольких лет Кушнер снова поднимает Апукин базар, сам или с чьей-то подсказки, и объявляет шестерых воров, Тимоху, Галея, Муму, Медвежонка, Паштета и Лебедя, педерастами на основании того, что они полоскались с Апука и проигнорировали мнение Бирюка, которого на тот момент уже не было в живых, и воров, и весь блаткомитет, и всех, с кем Апука ходил по камерам, чиферил, руки пожимал. Половину белорусской братвы Кушнер на полном серьезе объявил петухами, и это имело силу в лагерях в течение нескольких лет. Меньше года назад Кушнер смягчился и довел через Вову Лысого, положенца Могилевской крытой, его последний оплот, что петухи не все, а только Галей и дубайцы, а остальным дал общий расход, простил. Но погубила Кушнера не внешняя фронта, а внутренние распри. Весной из-за возникших разногласий по поводу кассы от Кушнера отошли его ближайшие смотрящие, на которых замыкалась вся братва, и предъявили ему претензии. 4 мая милиция нейтрализовала одного из отколовшихся претензеров, Сашу Шульца, бывшего смотрящего за Белоруссию, который ехал на разборку к Кушнеру. После этого, улучив благоприятный момент, к ситуации подключились турки, «крестные отцы петухов» в кавычках, и позвали Кушнера в Турцию. Он не приехал. 17 июня после того, как Кушнер в очередной раз не явился на встречу, Коба Ахвледиане сказал ему по телефону, чтобы он вором не назывался. Кушнер ответил, «А я и не назывался», так что Муму ничего и делать не пришлось. Где Кушнер сейчас неизвестно. Но в РБ его нет. Все решения, которые он принимал по людям, уже пересматриваются. Из-за Гули турки пока не проявляют настойчивости в отношении Кушнера, но, похоже, это отсрочка временная. Будущее Кушнерова теперь целиком зависит от того, насколько крепка его дружба с Гули и с МВД Беларуси. Еще одна предсказуемая, но оттого не менее шокирующая новость из Беларуси. Приговор Рошаду Исмаилову. 10 лет за провоз оружия и фальшивый паспорт. Фамилия судьи – Козей. Эксклюзив от Виктора Федоровича. О чем говорят воры? Мои вознания, я не знаю, что это не по-русски. Высокость. Прошу понять. Не судите сроку. На самом деле. В 8 месяцев я думаю, что для меня достаточно. А то, что в чем у меня был кусок, мне это, пожалуйста, вы тоже поймите. Но это все неправда. Если для меня оружие нужно, вы будете с собой позволжение оружия будет носить. Никаких обжарок. Я не такой человек. Я есть приличная семья. Мой отец, восьмый страна, в том же числе, в Беларуси, заслуженный, в тот академик. Он сюда каждый год кличен. А сельскохозяйственник, маркет, бельщик, для кого-то, для сельскохозяйственных, для кого-то, для сельскохозяйственных. Нормально. Так, для затрата. Он по состоянию знакомит уже 8 месяцев. С больницей не было, а не работает. Четверо людей. У меня не имеет такой возраст. Высокость. На самом деле. Когда вот сейчас, мы уже там пройдем. Мы уже старше 14 лет. Я не ожидал вопроса. Вот моя последняя история. О, видишь, что я ни в слове нет. Не добавляю тебя, не отправлю. То, что сдали, я разгревал. То, что я курял. То, что я двинял. И то, что, опять же, я не ущербкал. Я ни от кого не отрывал. Я от 10 поездов не отрывал. Я как зарабатываю, я не делюсь. Ну, если где-то, в чем-то. Я в чем-то. В кремове. Что-то такого сделаю. От меня пострадал. Государство. Какой ты человек. Какой ты в себе. В районе Бога. Я даже ополненную людьми. Я только ополнил. Потому что я не люблю нас. Я не люблю. Рыбал, пожалуйста, это моя волна. У меня такие вещи с ними сделали. Кто-то чудес. Это ради бога. Это результат. За Рошада опять-таки грешат на Кушнера. Считается, что Рошад, про которого Кушнер сказал, что он не вор, лично приехал к нему на разборку. Как водится, там, где должен был быть Кушнер, возникла милиция. Кушнер, как оказалось, лег в больницу, а Рошада, который заехал на Володарку, дал указание вором не воспринимать. Хотя кто-кто в системе ведет себя как вор, так это Рошад. Пока. Из-за этого ему предрекают нелегкую долю, если продолжат в том же духе. Вообще, Кушнер и Рошад это тоже была одна сторона. Гули обоим поручал задания в Абхазии, но они независимо друг от друга их провалили. Рошад там схватил пулю, о чем даже упомянул в последнем слове, а Кушнера в очередной раз выручила полиция. По странному совпадению в Белоруссии, если быть точным в Могилевской пятнашке, отбывает свой первый срок Гела Кардава, крестный отец и Рошада, и Кушнера, которого за 20 лет не смогли посадить ни в России, ни в Грузии, ни на Украине. Тоже, кстати, погорел на фальшивых документах. Для тех, кому интересно, сидит в санчасти с подписанными бумагами. Не в медизоляторе, где держат отпетых отрицало, а просто в санчасти, где лежат больные всех мастей. Двухэтажный корпус в отдельном локальном секторе. Просто так туда не войдешь. Носит робу с треугольником на рукаве, знаком отличия активиста. Дружит с завхозом, посещает с ним синагогу, прошу прощения, церковь. Как вор не объявлялся и никак себя не проявляет. В общую зону еще не выходил. Бумаг всего три. Первое. Выполнять законные требования администрации. Второе. Об ознакомлении со статьей 411 и ее последствиями. Злостное неповиновение требованиям администрации. По ней можно бесконечно добавлять к сроку по два года. И третье. Ходатайство о зачислении в секцию. На выбор пять секций. То есть актив. Такие бумаги подписаны у 98% зэков в Белоруссии. Но те, кто подписал, для воровского мира потеряны. Пока Кушнер был при власти, Гела мог чувствовать себя в относительной безопасности, но теперь при желании дубайцев и турок достать его особого труда им не составит. Сроку у Гелы впереди еще два года. Еще два года. Также где-то в недрах исполнительной системы наказания Белоруссии с февраля месяца содержится российский вор Томас Новороссийский, он же Бадри Адоная, которого скорее всего выдадут во Францию. Обычно так не делается, но в отношении него уже вынесен заочный приговор 10 лет за отмывание денег, создание и руководство ОПГ. А так, конечно, белорусы своих не выдают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...